МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Госслужба по тарифам постоянно в поисках баланса интересов производителей услуг и реальных возможностей потребителей. В 2015 году ведомство приняло 575 решений об установлении цен для организаций, которые поставляют электричество, тепло, воду и утилизируют твердые бытовые отходы. Экономический эффект от принятых тарифных решений составил почти 5 миллиардов рублей. За прошедший год произошли системные изменения самой тарифной политики. В довольно сложной экономической ситуации изменение тарифов на 2016 год произойдет значительно ниже уровня инфляции, который фактически сложился по итогам 2015 года. Тарифы стали ориентированными на граждан, на потребителей и в целом на всю российскую экономику. Ситуация в экономике не должна повлиять на качество питания для детей. Михаил Игнатьев поручил службе по тарифам найти возможности снизить предельные размеры торговых надбавок на продукты этой категории. Еще одна тема повестки дня – продление действия программы «Земский доктор». В отрасли работает 4700 врачей и почти четверть из них трудится в сельской местности. С учетом того, что программа «Земский доктор» реализовывалась на протяжении ряда лет, а всего у нас 278 врачей приняло участие в реализации программы, в том числе 39 в 2015 году. Среди них 9 врачей старше 35 лет. И обеспеченность врачами в сельской местности в медицинских организациях у нас увеличилась с 18,7 до 19,2 на 10 тысяч населения. Минздрав Чувашии предлагает расширить возможности программы, включить в нее в поселке городского типа, увеличить возраст участников до 50 лет. В сельской местности есть дефицит по отдельным специальностям. Общая врачебная практика, хирургия, акушерство, педиатрия, онкология и другие. «Проблема общая для многих регионов», отметил глава республики. Многие субъекты федерации, в том числе и Чувашия, уже подготовили свои предложения федеральному ведомству о необходимости запуска программы «Сельский фельдшер», чтобы обеспечить районы и средним медперсоналам. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором завода «Чувашкабель» Игорем Кртуновым. Руководитель предприятия проинформировал главу Чувашии, что заказанные производства кабельной продукции в соответствии с бизнес-планом на 2015 год выполнены. По итогам прошлого года прибыль составила 2,5 миллиарда. На этот год ожидается 10-ти процентный рост производства. Продолжаемые инвестирования, осваиваем новые рынки, активно участвуем в замещении. По заработной плате наметили индексацию заработной платы не менее чем на 10 процентов. Сегодня заработная плата средняя по прошлому году, где-то 29,3 тысячи. Соответственно, хотим выйти за 30 тысяч по заработной плате. Ну и самая основная задача социальная, это как бы чтобы, несмотря ни на что, несмотря на те выры, которые есть, заработную плату, чтобы наши работники получали вовремя. Спасибо за ответственную работу. И то, что в своих расчетах предусматриваете увеличение заработной платы на 10 процентов, это надо ценить. И каждый работник, полагаю, оценивая ситуацию, должен жить своим рабочим местом. Это, во-первых. Но, во-вторых, тренд на импортозамещение, который взят на уровне Российской Федерации, сегодня вы сполна все это выполняете. На предприятии реализуются инвестиционные программы по модернизации производства. На эти цели выделено порядка 150 миллионов рублей. Сегодня участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по экономической политике работали в Шумерле. Они побывали на нескольких предприятиях малого и среднего бизнеса. На площадке Шумерлинского завода спецавтомобилей состоялись презентации самых интересных бизнес-идей. Все они находятся в разной степени разработки, но уже могут претендовать на поддержку федеральной корпорации. Пока же с определенной долей уверенности можно сказать о поддержке пяти субъектов малого и среднего бизнеса Чувашия. Могу вам эти проекты назвать. Первое – это, конечно, Брест. Второе – это то, что касается яхтинга. Это обувь специализированная. Третий проект, который мы сегодня видели – промоэлектропроект. Значит, проект, который мы видели сегодня по композитам. Совершенно очевидно, импортозамещение с остальными параметрами. Значит, и, в конце концов, проект, который касается насосов. Критерии выбора таковы. Емкость рынка, импортозамещение, высокая технология и высококачественная проработка проектов. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. Своими впечатлениями о работе в столице Чувашии поделился член Комитета Госдумы России по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Чеботарев. Я первый раз приехал в вашу республику, в город Чебоксар, и очень был приятно удивлен. На самом деле, и приемом, и вообще содержанием проведенного комитета. Мы очень много вопросов обсудили, связанных с поддержкой предпринимательства. У меня от Чебоксары и Чувашской республики очень сопоставимы и похожи на Липецк и Липецкую область. По численности населения – миллион двести. Допустим, то, что нет природных ресурсов, все связано с промышленностью и сельским хозяйством. То же самое, то есть где-то мы там сродни даже в этом плане. У нас может быть промышленность, связанная с металлургией. У вас, конечно, я был очень серьезно удивлен, очень мощный электрический кластер, в принципе, который был в фундамент заложен еще там, наверное, с времен войны, сельское хозяйство. Ну, я считаю, что ваша республика движется в правильном направлении, в правильном направлении, и вы будете добиваться очень хороших результатов. Большое спасибо за хороший прием и ждем в гости в Липецкой области. В Чебоксарах с рабочим визитом побывали первый заместитель министра труда страны Алексей Вовченко и руководитель Роструда Всеволод Вуколов. Федеральные чиновники посетили крупнейшие предприятия республики. Но особое внимание было приковано к концерну тракторные заводы. Представители федеральных ведомств решили посмотреть, как на предприятии обстоят дела с занятостью работников. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В цехах Чебоксарского тракторного завода сейчас не услышишь привычного гула станков. Многие конвейеры пришлось заморозить. Директор по экономике и финансам Андрей Мажанов говорит, что уже на протяжении двух месяцев предприятие находится в простое. Начиная с мая прошлого года, мы работали уже в режиме неполной занятости, в четырехдневном режиме. С октября месяца мы в условиях недостатка оборотных средств даже изменили режим работы, перейдя в режим работы по субботу, когда электроэнергия дешевле. Наличие оборотных средств, говорят специалисты, поможет выйти из сложной ситуации. Но они могут появиться только после ликвитации задолженности, хотя портфель заказа в концерне уже сформирован. Более пяти миллиардов рублей по предприятиям Чуваши. Это и по агрегатному заводу, это и по промтрактору, и по промтрактору, вагону. Нам верят наши партнеры. Мы верим в то, что мы все-таки завершим, потому что поддержка очень серьезная. Нас не оставляет один на один с этой проблемой ни правительство России, ни правительство Чуваши. Ежедневно проходят у нас по различным направлениям встречи и министерстве промышленности, и правительстве. Сокращать рабочих на предприятии пока не намерены. Большинство специалистов переведены на режим неполной рабочей занятости. Снизить напряженность в прошлом году помогла федеральная программа. Предприятиям концерна из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. На эти средства более тысячи заводчан обучились новым специальностям. Часть сотрудников устроили на общественные работы. Дополнительную поддержку Минтруда Республики готовы оказать и в этом году. По пяти направлениям мы готовы работать с тракторным заводом. Временная занятость, стажировка студентов, стажировка выпускников, профессиональное обучение, повышение квалификации, ну и там, допустим, трудоустройство инвалидов. То, что предприятие работоспособно, доказывают и новые разработки заводских конструкторов. Гостям показали современные модификации машин. Руководители концерна тракторные заводы уверены, что у градообразующего предприятия есть будущее. И государство обязательно поможет реструктурировать долги. Другого выхода нет, иначе вся та работа, которая была на протяжении трех лет, она будет сведена к нулю. Чего допустить ни в коем случае нельзя. Митрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же Алексей Вовченко и Всеволод Вукулов вместе с главой Чуваши и Михаилом Игнатьевым побывали еще на нескольких предприятиях республики. Разговор шел о ситуации на рынке труда, системе переподготовки кадров, создании новых рабочих мест. Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих выпусках. У российско-итальянской рабочей группы, созданной по предложению российского правительства, разносторонние интересы. В каждом регионе зарубежные партнеры ищут привлекательные с точки зрения ведения совместного бизнеса проекты. В Чуваши итальянцев заинтересовал агропромышленный комплекс. Не прошло и трех месяцев со времени последних встреч членов российско-итальянской рабочей группы с представителями нашей республики. И вот новый визит. На этот раз гости проявили вполне предметный интерес к аграрному сектору. Наш главный ресурс – это люди. Мы любим трудиться на земле, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Натуральные, выращенные в экологически чистых районах Чуваши, молочные и мясные продукты широко известны в регионах России. За два дня посетил много фабрик. И я думаю, что в ближайшее время будем планировать развивать наши проекты, потому что видим, что есть большой потенциал. Стефано Бандеки отметил чувашское гостеприимство. Он пообещал обязательно к нам вернуться еще раз, но уже с конкретными бизнес-инициативами. Администрация города Чебоксары совместно с контролирующими органами решили проверить рабочие места, где возможны схемы выплат серых зарплат. Первой территорией проверки стал центральный рынок столицы Чувашии. Как только комиссия зашла на рынок, многие прилавки мгновенно опустили. Некоторые мини-магазины закрылись совсем. Все это наводит на мысль, что на этих рабочих местах не все в порядке с документами. Сейчас у нас сотрудник прокуратуры вам вопросы задаст. Вы являетесь в регионе предпринимательства? Да. Ваше свидетельство можно? А вот этот мужчина кем вы пытаетесь? Ваш работник? Да. Пройдясь по торговым рядам, представители комиссии детально проверили условия найма работников. Вовсе отсутствует трудовой договор. Во-первых, есть проблемы в самом трудовом договоре, где в условиях не предусмотрена зарплата. У нас должно было быть по закону больше, чем минимальный размер оплаты труда, на сегодняшний который она составляет 6204 рубля. Но мы вот в одной торговой точке нашли в трудовом договоре указано 4500 рублей. Перечень нарушений трудового законодательства будет передан в прокуратуру города. Степень вины определяют представители именно этого ведомства. Если окажется, что трудовой договор составлен незаконно или зарплата нелегально, то работодателям грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. На первый взгляд, не очень большие деньги, но если нарушения будут повторяться, мера воздействия изменится. На рынке нашлись и те, кто подобных проверок не боится. Я являюсь предпринимателем достаточно давно, с 2002 года еще. И я уже знаю всю систему налогоположения, и поэтому в месяцах труда выполнять все требования не нарушать. Подобные рейды в ближайшее время пройдут по всем предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания города. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Шедевры старых мастеров в новом свете. Под таким девизом сегодня после реконструкции открылся отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. В старинном особняке на улице Константина Иванова усыновили новую осветительную систему, которая в прямом смысле позволит по-новому взглянуть на произведения великих художников. Этот старинный особняк Купца Ефремова 1911 года постройки сам является уникальным памятником архитектуры. Сотни произведений искусства и внутри здания. Оригиналы картин Левитана, Поленова, Кустодиева, Шишкина. Вот уже 20 лет здесь размещается отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. Гости нашего города, жители Чебоксар, когда приходили в наши здания, они всегда восхищались самим зданием. Восхищались этими картинами, но всегда замечали, что вот вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. Но, конечно, мы понимали, что это вот чего-то – это свет. Выйти в свет этим полотнам удалось лишь сейчас. Особый профессиональный точечный свет подчеркивает каждую картину. На чем сделать акцент, какое произведение высвечить полностью, а на каком подчеркнуть лишь деталь, решала заведующая отделом. Лада Александровна с детства проводила здесь время и буквально впитала в себя любовь к живописи. Освещение произведений изобразительного искусства – дело непростое. И бывает очень трудно подобрать подходящее освещение, чтобы, с одной стороны, выразительно подать картину зрителям, а, с другой стороны, чтобы это не вредило самому произведению искусства, потому что лишний свет может погубно сказаться на поверхности красочного слоя. Компромисс по оптимальному сочетанию искали месяц. И вот теперь постоянные посетители могут по-новому взглянуть на любимые картины. Вот это полотно, мое любимое, это Василий Максимов. Называется «Все в прошлом». У этих двух женщин прошлое было разное, но состарились они одинаково. О чем эта картина? О том, что жизнь нужно проводить в труде. И не нужно думать только о развлечениях, потому что вот к чему это может привести. Любовь и труд – это то, что человека облагораживает и дает ему силы жить. В этих небольших залах по-домашнему уютное тепло. Быть может и вы заглянете сюда на несколько минут, а останетесь на часы. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика. Отголоски прошлого. В Чебоксарах открылась уникальная выставка «Мир динозавров». На выставке побывала наша съемочная группа. Репортаж об этом смотрите далее. А в 20.30 на нашем канале программа «Правительственная связь». Гость студии – министр образования и молодежной политики Чуваший Владимир Иванов. Речь пойдет о строительстве в Республике новых школ, поддержке молодых учителей, грантах для педагогов, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Хотите совершить увлекательное путешествие в эпоху мезозойской эры? Тогда вам сюда, на уникальную выставку «Мир динозавров». 30 монстров шевелят лапами и хвостами, открывают пасть, моргают и даже дышат. Кстати, каждый герой этой выставки оснащен специальным датчиком движения. Пока около зверя никого нет, он неподвижен. Но как только вы приблизитесь к нему, он сразу начнет шевелиться и рычать. Ну а выглядят динозавры, как живые. Кажется, сейчас этот монстр махнет мощным хвостом и перепрыгнет через ограждающий барьер. Выставка, как скажем, по последним технологиям, то есть, ну, более уже, скажем, годом совершенствуется. Мы что-то дополняем, добавляем. Были в 2013 году здесь, но сейчас добавили несколько экспонатов, скажем так, улучшили, что-то добавили, свет там, декорации. Ну и вновь посетили чебоксары. На каждой выставке есть какой-то, ну, определенный, который все знают. Это трицератопс, тиранозавр, там, допустим, диплодок. Вот. Но есть некоторые, на некоторых выставках присутствуют, допустим, какой-то, как конек у кого-то свой есть, что ли. Вот у нас, допустим, тоже есть там недавно открытые, как газозавр, герерозавр, там, ахиллобатор. Вот такие экспонаты у нас присутствуют. Мир динозавров – не единственный выставочный зал. Параллельно в павильоне работает экспозиция восковых фигур, герои сказок, современных мультфильмов, знаменитостей. А всего более 50 экспонатов. Плюс старая добрая комната смеха. Еще один зал – выставка патологии человеческого тела кунсткамера. Ошибки природы и последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака – вот главные экспонаты этого зала. И каждый из них по-своему завораживает. Ну, я пришел впервые сюда. Я поражен это в хорошем смысле, потому что в самом деле все так здорово. Такие динозавры, восковые фигуры, богатые декорации, очень много площадей, очень много экспонатов. Все так качественно сделано. А если вы еще не успели познакомиться с животными, обитавшими на земле в различные исторические эпохи, то у вас есть такая возможность. Выставка работает ежедневно с 10 до 19 часов в МТВ-центре на пятом этаже. Редактор субтитров А.Семкин